Одна из самых часто исполняемых джазовых композиций в мире зазвучала на казахском языке. На творческий эксперимент решилась Полина Ханэм, известная исполнительница в жанре босонова. Задумку музыкальному коллективу помог осуществить фонд Нурсултана Назарбаева. Мой коллега Евгений Дубинский побывал на камерном концерте и познакомился с девушкой из Эпанэмы. При свечах и с пламенем в сердце исполняли столичные музыканты чувственные бразильские песни. Жанр покорил весь мир еще в 60-х годах прошлого века. Музыканты рассказывают, что у широкой публики босонова может ассоциироваться с бразильскими сериалами. И даже если вы уверены, что никогда эти композиции не слышали, то после первых же аккордов узнаете знакомые мотивы. Теплые ритмы босонова наполнили холодную Астану. Камерный концерт Полины Ханым стал большим событием для увлеченной культурной жизнью столицы публики. В зале Аншлаг со сцены звучат неповторимые бразильские мотивы. 20 композиций прозвучало за один только вечер, но самое большое внимание было приковано к трем из них. Именно столько песен было переведено на казахский язык. В главной композиции девушка из Эпанемы поется об образе бразильской красавицы из элитного района, которая идет на пляж, не обращая внимания на влюбленные взгляды мужчин. Она звучит очень мягко, очень легко, но на самом деле с технической точки зрения это совсем не простая музыка. Возможно, этот проект еще долго бы пылился где-то в стопке не сделанных, не реализованных проектов, но мне удалось получить грант от фонда имени Нурсклада Назарбаева именно на реализацию этого проекта. Авторы и сами были удивлены, насколько легко лирика на казахском легла на музыку, которая родилась на другом континенте в жарком бразильском климате. Текст адаптировала известная поэтесса-переводчик Наргиз Маркаева. У нас язык очень музыкальный, сколько прекрасных песен были написаны на нашем языке. И под музыку Босановы, конечно, я думаю, больших проблем не было. Звучало очень красиво, очень органично. Звучало так, как будто так и было написано. То есть это было написано, какой-то оригинал был на казахском языке. Макси-сингл «Казах Босанова» уже доступен на всех популярных музыкальных стримингах. Уникальный творческий проект реализован при поддержке фонда Нурсултана Назарбаева. Евгений Дубинский, Улагат Мергалиев, столичное бюро КТК.